МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела Марьинки в Донецкой области. Один мужчина получил осколочное ранение живота. Женщина грудной клетки, рук и ног. Об одной пострадавшей жительнице Петровского района Донецка сообщают пользователи соцсетей. Снаряды повредили три многоквартирных дома и газопровод. В эпицентре противостояния уже несколько дней находится окраина Авдеевки. Там минувшие ночью осколочное ранение во дворе своего дома также получил мирный житель. Есть разрушения в частном секторе. Под минометным огнем район Горловки. Там снаряды повредили около 10 домов. Стреляли также в Опытном и Песках. Горячие точки на Мариупольском направлении, Старогнатовка и Широкино. На Луганщине ночью огонь открывали в районе Старого Айдара и Попасной. Пеший и единственный на Луганщине контрольно-пропускной пункт Станица Луганская закрыт. Из-за жары в этом районе начались пожары и взрываются мины, установленные вдоль линии разграничения. Возобновят пограничники работу только когда убедятся в безопасности передвижения мирных жителей. Горели поля сегодня и вблизи КПВВ Зайцево в Донецкой области. Работа пункта пропуска была приостановлена, но к вечеру транспортный коридор открыли. Почти два десятка спецгрупп полиции в усиленном режиме начали патрулировать автодороги на юге Нанецкой области. С сегодняшнего дня правоохранители проводят спецоперацию по безопасности дорожного движения в Волновахском, Марьинском, Володарском и Великонавосилковском районах. Только за последние три дня на этом участке в ДТП погибли 5 человек и количество аварий со смертельным исходом только растет. Всего в операции задействовано 100 полицейских. Трехдневный срок проведения оперативно-профилактической отработки по линии ГАИ с целью выявления водителей, употребляющих наркотические вещества, алкогольные вещества и нарушающих правила дорожного движения. На отработку задействовали 18 экипажей ГАИ и личный состав Волноварского отдела полиции. На Луганщине за депутатское кресло боролись 107 кандидатов, половина из которых самовыдвиженцы из Киева и Харькова. Место в парламенте от тамошнего округа освободилось после того, как нардепа Юрия Гарбуза назначили губернатором области. Между тем, в день выборов местный окружком заменил членов комиссии на всех участках, а голоса избирателей подкупали пивом и сухпайками с деталями Антон Нечапуренко. Среди 130 участков на Луганщине 55 открылись с запозданием на полтора часа. К тому же в неполном составе. А где у вас? Вообще. Нет и не предвидится. Да, где-то проживают в Харьковской области. Телефоны контактные, недосягаемые. Как выяснилось, ночью в окружкоме изменили состав всех участковых комиссий. А сообщили об этом по телефону только в 7 утра. Цирк на дроте. Такого кошмара еще не было. Новых членов комиссии из Харьковской, Одесской и Запорожской областей приводили на участки во время голосования. Причем без удостоверений, протоколов и мокрых печатей. Нам добавили еще три человека. Обязали нас в телефонном режиме, что они будут работать у вас с комиссией. Нас направили как недостающих. Без комментариев. В массовой замене виновны кандидаты в нардепы. Говорят в окружкоме. Мол, все 107 решили заменить своих представителей. Они своих же людей начали подавать подоня в последний день на замену своих же людей. То есть можно только догадываться, с чем это связано. Или чтобы затормозить избирательный процесс в округе. Или чтобы его вообще сорвать. И тем не менее, выборы худо-бедно, но продолжались. Явка на конец дня едва достигла 63%. В полицию поступило более 30 заявлений о нарушениях. В двух районах просто во дворы избирателям подкидывали конверты с поддельными купюрами и агитками за кандидата лидера гонки. А в селе Камышное даже подкупали избирателей пивом. В магазин зашел я воды купить. Местный житель, стоящий передо мной, подошел и продавцу сказал. Мне, пожалуйста, дайте стакан бесплатного пива от Литвинова. По обращениям к правоохранителям, а их около сотни, начато 14 производств о нарушениях. Антон Нечапуренко, Игорь Захаров. Специально для телеканала Донбасс. Не мой свидетель войны. Четырехлетний Дима из Макеевки из-за постоянных обстрелов получила серьезную психологическую травму. Малыш полностью перестал разговаривать. От жуткого страха при бомбежках мальчик теряет сознание. Уехать из Макеевки матери-одиночки с ребенком некуда, как живут в сюжете Татьяны Блиновой. Четырехлетний Дима Назаров из Макеевки готов рисовать день напролет. Только когда берет кисть в руки, начинает улыбаться. Вот только рисунки у него невеселые. О том, что на них, не рассказывает. Из-за постоянных обстрелов мальчик перестал разговаривать. В два годика он у нас уже разговаривать начал. Ну, а потом перепугался, испугался и перестал. Когда на Донбасс пришла война, мать с ребенком спала в прихожей. Иногда каждый день приходилось, частенько приходилось. С тех пор, как только слышны взрывы, малыш бросается спасать близких. Боится, прячется, прячется. Когда сильно зовет нас в прихожую, меня бабушку за руку берет, ведет в прихожую. Когда на улице, уши закрывает, плачет. С каждым разом Дима все тяжелее переживает звуки выстрелов. Когда началась бомбежка, он даже сознание потерял. Дочери не было как раз дома, я его начала трясти, он пришел в себя. Схватил меня за шею, обнял, бах, бах, кричит. Окна в доме Назаровых забиты фанерой. Поэтому в комнатах даже в солнечный день мрак. От взрывной волны хотя бы поможет. Чтобы стекла, потому что вставлять не за что их. Уехать из Макеевки Ирине с ребенком и старенькой матерью не на что. Денег на аренду жилья у семьи нет. Выживают, как и многие здесь, благодаря гуманитарной помощи Рината Ахметова. Благодарна ему, спасибо. Помощь очень хорошая. На ребенка получаю, на себя получаю. Вот мы два тормозка, бабушка получает. Вот благодаря этому как-то живем. Масло, мука, все это. Спасибо большое. Да, чистого сердца спасибо. Таким семьям, как Назаровы, по обе стороны линии разграничения, штаб Рината Ахметова помогает выжить уже почти два года. За время его работы уже выдано более 8 миллионов 800 тысяч продуктовых пакетов и спасено более миллиона человеческих жизней. Помощь жителям Макеевки выдается с первых дней работы штаба Рината Ахметова с августа 2014 года. Всего за период работы было выдано более миллиона 300 тысяч наборов. Для удобства жителей работают 5 стационарных пунктов в разных районах города. Маленький Дима идти на детскую площадку отказывается. Играет во дворе. Далеко от дома не отходит, чтобы в случае обстрела мог быстро вернуться назад. Татьяна Блюнова, Юлия Меншакирова, Данил Киреев, телеканал Донбасс. 40 градусов в тени. К медикам Донецкой области стали чаще обращаться пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в Покровске уже есть случаи теплового удара. Как спастись от палящего солнца в нашем следующем сюжете? 41,38. Николай работает водителем скорой помощи. Говорит, машина в течение дня нагревается до 40 градусов. Спасает лишь вода со льдом. Воду пьем, а что мы такую похладную? Лидия Петровна в жару вообще старается не выходить из квартиры. Но и там, говорит женщина, даже вентилятор не помогает. До того теплый воздух, ну прям как из духовки, нагретый, такой горячий. Вентилятор включаю. Никуда не хожу. На автодорогах плавится даже асфальт. Поэтому больших грузов населенные пункты не пускают. Дорожные знаки уже установили при въезде в Покровск. Из-за запрета не может вернуться домой Анатолий. Сюда водитель приехал на 20-тонной фуре из Днепра. Теперь ждет, когда температура достигнет отметки 28 градусов. Только в этом случае фурам снова откроют проезд через город. В такую жару даже машина не хочет ехать, потому что ей тоже тяжело. Часть зеленый пьет. Чтобы не жарко. 40-градусная жара прибавила работы спасателям. Им ежедневно приходится тушить десятки пожаров. Горят не только сухостои, но и поля с дозревшим урожаем. В летний период в два, а то и в пять раз увеличится количество выездов. Потому как и граждане спаливают сухую траву, которую не убирают с огородов. Сжигаются балки, камыш, чтобы рост новый. А это все приводит к распространению огня. Не только по балке, а есть угроза возгоранию и частного сектора. За последнюю неделю в Покровской центральной больнице зафиксирован один случай теплового удара. Но увеличилось число поступивших с сердечными и сосудистыми заболеваниями. Поступила девушка, перегрелась, тепловой удар. Обращение, знаю, что по первичке увеличилось. И, конечно, увеличилось количество поступающих с кризами. Медики советуют в жаркую погоду как можно меньше находиться под палящим солнцем и пить больше воды. Ольга Соломяна, Телеканал Донбасс. Четвертый этап чемпионата Украины по мотокроссу прошел в Краматорске. И уже в первый день соревнований не обошлось без происшествий. Один из участников въехал в карету скорой помощи. Подробности в следующем сюжете. Трагедия чуть не случилась на одном из участков трассы. 16-кратный чемпион Украины Владимир Тарасов влетел в машину скорой. Медики без разрешения судьи выехали на трек, чтобы оказать помощь другому спортсмену. К счастью, обошлось без травм. Было все это абсолютно неожиданно, потому что скорая ехала к мальчику, который упал. Я его фактически уже проехал. Все познавательные знаки, которые показывали, что впереди падение, я уже проехал. И когда я выпрыгивал, там уже мне никто ничего не показывал. И мне навстречу выезжает скорая помощь. На треке более 70 гонщиков из разных городов Украины. Участники чемпионата признаются, Краматорская трасса не из легких. Но прийти первым к финишу мешает еще и жара. Температура 40 градусов в тени. Я первый раз на этой трассе. Она очень такая техничная, интересная. Конечно, жара очень сильно мешала. Не справляются с поливом. Очень трудно бороться с гонщиками, которые едут впереди тебя. Наталья на чемпионат Украины по мотокроссу приехала из Киева. Говорит, на четвертом этапе всеукраинского турнира впервые введена отдельная категория для женщин. С момента, как Украина получила независимость, это первый раз проводится этап среди женщин. Вот так я с хлопцями езду. Соревновались между собой и дети в разной возрастной категории. Вчера на гонке у меня что-то взломалось. Мотоцикл не ехал. До старта стартнул плохо. А второй заезд нормально, второй. Несмотря на зрелищность мотокросса, гонщики стали все чаще отказываться от участия в соревнованиях. Говорят, удовольствие не из дешевых. Дороговато, да. Я сейчас за свои деньги все собираю, зарабатываю, езжу. Я купил себе в этом году мотоцикл, он стоит 6 тысяч евро. Ну, резина стоит сейчас. Вот грунт жесткий, 60 евро одно колесо стоит. Сама покрышка. Ну, понятно, ее хватит еще надолго, но она очень быстро стирается. Соревнования по мотокроссу такого уровня Краматорск принимал впервые. Юлия Шкваренко, телеканал Донбасс. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом наш выпуск заканчивается. Всего доброго. Чтобы заплатить за свет, больше не нужно стоять в очереди в Донецк. Облэнерго для своих юридических клиентов открыли личный кабинет. Виртуальное пространство, где производить расчеты можно онлайн с помощью цифровой подписи. Александр Владимирович рассказывает его подчинение около двух десятков детских кружков в разных частях города. Раньше тратил не менее двух часов на сбор информации и расчеты вручную. Теперь на то, чтобы рассчитаться за электроэнергию, уходит всего полчаса. Мне отзваниваются сотрудники центров, дают показания электросчетчика. Я вношу эти показания. В рабочем кабинете есть показания, графа, где вносится это все. И автоматически все это просчитывается. Цифровая подпись – это уникальный набор шифров и чисел, поясняют в Донецк облэнерго. Создают ее специальные сертифицированные центры. В отличие от традиционной подписи, подделать электронную практически невозможно. Это та подпись, которая позволяет максимально конфиденциально предоставить подпись того или иного лица, кто на себя ее оформил. Более того, это наиболее безопасный на сегодняшний день способ подписания документации между юридическими лицами. Потому что сама подпись позволяет исключить внешнее вмешательство непосредственно в подпись. Оформить документы для создания цифровой подписи несложно, рассказывает заместитель директора одной из мариупольских школ. Лариса Хрулева пользуется данной услугой уже второй год. Перейти на электронный документ оборот ей посоветовали в Центре обслуживания клиентов Донецк облэнерго. Услугой мы пользуемся уже второй год. Узнали, естественно, от нашего оператора в ПЭСе. Был прислан соответствующий пакет документов, который мы заполнили. Полностью дается нам сертификат с подписью, с электронной. И далее мы просто работаем через ПЭС, через компьютер. Лариса Хрулева говорит, единственным неудобством остается необходимость приезжать в мариупольский центр обслуживания клиентов, чтобы поставить мокрую печать. Ее требуют в госказначействе. Однако в Донецк облэнерго обещают решить этот вопрос. И вскоре бюджетные организации смогут полностью перейти на электронный документ оборот.